Всем привет! Когда-то игры для VR были лишь прикольными аттракционами. Сейчас это направление быстро развивается, и если есть игры, под выход которых покупают приставку или апгрейдят ПК, то сегодня выходят игры, ради которых покупают VR-устройства. В этом ролике я расскажу про 15 лучших, по нашему мнению, игр для шлемов виртуальной реальности. Начну с After the Fall. Это мультиплеерный VR-шутер в духе серии Let 4 Dead. Действие игры происходит в обледененных руинах Лос-Анджелеса через 20 лет после упадка человечества. Мир игры находится в постоянном движении и населен другими игроками. Геймплей достаточно прост. У нас есть оружие, с помощью которого мы будем убивать местную нечисть и постепенно исследовать уровень. В игре хорошо подано взаимодействие с окружением. Почти каждая вещь может быть разрушена, разбита или повреждена. Еще стоит отметить, очень годную графику. МОЗ. Платформер с видом от третьего лица, интересными идеями, историей и механикой. Уровень находится в нашей комнате, по нему бегает мышонок. Приходится ходить и выбирать удобную позицию для наблюдения за ним, рассматривая уровень с разных сторон. Многие были в замешательстве, зачем создавать VR-игру с видом от третьего лица. Однако тут не все так просто. PC VR позволяет вращать камеру на все 360 градусов и, что самое главное, менять точку обзора. Таким образом, у пользователя есть возможность увидеть игровой мир во всей красе. VR-эксклюзив, полностью посвященный волшебству. Здесь нам предстоит погрузиться в фантастический мир и уничтожать врагов, накладывая заклинания жестами. Всего заклинаний 11, но накладывать их довольно-таки трудно. Таким образом, можно будет почувствовать себя настоящим магом. Кроме того, стоит отметить и множество различных способов взаимодействия с окружением и непростыми битвами. Arizona Sunshine У вас уже готов план действий на случай зомби-апокалипсиса? Если нет, то это подходящий проект, чтобы его подготовить и проверить на жизнеспособность. Здесь мы окажемся под палящим солнцем Аризоны, где зомби чувствуют себя как дома, а нас считают неплохим обедом. Выжить в точку не так просто, поэтому лучше всего играть в кооперативном режиме, где против нечисти могут сражаться сразу четыре игрока. На сегодня это одна из лучших VR-игр. Хорошая графика, сюжеты, неплохая физика. А если зомби-тематика уже надоела, то обрати внимание на бесплатный онлайн-симулятор России на MyScrollPlay, который с головой затянет себя в атмосферу необъятной родины, да еще и в онлайне с другими реальными игроками из стран СНГ. Игра очень похожа на GTA, только в России, с голосовым чатом, и отыгрышем роли за полицию, ФСБ или за банду. Можно поднять деньги на одну из десятков реальных профессий, сдать на права и купить себе машину, которых здесь внушительное количество от обычных ВАЗов до самых современных электрокаров. Их можно всячески тюнинговать, а если она надоест, то можно продать ее на БУ-рынке и купить другую. Игра нетребовательна и запустится даже на самых слабых ПК, так что присоединяйся и играй в свое удовольствие. Индев. Эксклюзивный экшен для очков виртуальной реальности, где мы будем использовать лук и арбалет, чтобы обрушить стрелы против различных существ и демонов. Процедурно сгенерированные уровни здесь адаптируются к нашему уровню навыков и прогрессу, а геймплей делает акцент на переигрывании противника с помощью точности наших выстрелов и защиты. Проще говоря, это VR-интерпретация знаменитой Demon's Souls. Отличная инди, которая может надолго лишить сна. Asgard's Red. Приключенческий скандинавский экшен с видом от первого лица для устройств виртуальной реальности Oculus Rift. По мере прохождения главному герою предстоит пройти испытание Локи, чтобы овладеть божественными силами и приблизиться к величию богов. Для этого мы сможем заручиться поддержкой миньонов с разными способностями, а также использовать обширный арсенал оружия ближнего боя. Игра сделана по высшему разряду и предлагает аж 35 часов геймплея. А некоторые шероховатости и ограничения свободы с лихвой компенсируются размахом и масштабом. Into the Radius VR. Хоррор-шутер для очков виртуальной реальности вдохновленной серии сталкер. Игра совмещает сверхъестественные ужасы, открытый мир, реалистичное оружие и сеттинг постапокалиптического СССР. Главная задача — узнать мистическую тайну этого места, попутно собирая артефакты и выживая в зоне, наполненной различными аномалиями. Общая атмосфера зоны очуждения передана отлично. Заброшенные склады, поселки, заводы — аутентичность на высоте. Если ты фанат сталкера, метро и игр с подобной атмосферой, то стоит обратить внимание. Boneworks. Серьезный VR-шутер с упором на геймплей и физику. Здесь проработана буквально каждая мелочь. Присутствует увлекательный геймплей, запоминающиеся схватки с противниками и головоломки самыми разными вариантами решений. Есть куча режимов и вариантов прохождения отдельных ситуаций, что уходит в плюс реиграбельности. На данный момент это, если не лучшее, то одна из лучших VR-игр. The Walking Dead – Saint and Sinners. VR-игра с RPG-элементами, события которой разворачиваются во вселенной ходячих мертвецов. Здесь тебя ждет история нового Орлеана. Оставшиеся в живых люди разбились на кланы. И главный герой должен решить, хочет он работать с кем-то из них или выживать в одиночку. Главные плюсы игры — крафт, сложные многогранные бои, удобное управление, отличная атмосфера и сеттинг, классная боевка с элементами стелса и очень хорошая физика. Trove Saves the Universe. Платформер с элементами экшена, главным преимуществом которого является не геймплей, а сюжет, персонажи и абсурдный юмор. Особенно хотелось бы отметить последнее, что неудивительно, поскольку игра была разработана создателями Рика и Морти, у которых с фантазией все в порядке. Это какой-то запредельный уровень трешовости. Игра взаимодействует с тобой даже не ломая четвертую стену, а просто впечатывая вам ее в лицо происходящим. А под внешностью чернющего юмора кроется весьма серьезный сюжет. Stormland. Красочный экшен с видом от первого лица в научно-фантастическом сеттинге. Главным героем игры является андроид, тело которого было повреждено. Теперь нам предстоит отправиться в путешествие по красивому миру, чтобы восстановить андроида и спасти его друзей. Мир игры полностью свободен к изучению. Можно лазать по скалам, уйти в дебри леса или же исследовать забытые руины. Также нам доступна взрывчатка, использование электричества, стандартное оружие и многое другое. Игра реально затягивает, хочется пройти от и до и облазить все ее закоулки. Vanishing Realms. Если в мирах фэнтези-рпг ты чувствуешь себя как дома, то это именно тот проект, с которого стоит начать знакомство с играми в VR-режиме. Линейные уровни, простенький сюжет, предсказуемые атаки мобов, секреты и прочее подобное. Никаких экспериментальных фишек и новых взглядов на вещи здесь нет. И будь бы она на мониторе с обычным геймпадом в руках, это было бы скучно. Но когда ты своими собственными руками отбиваешь стрелы, уходишь в сторону от атак, проползаешь подкачающимися ловушками, это совсем другие впечатления. Serious Sam VR The Last Hope. Да, тот самый Сэм, но VR. Горы монстров, оружие в каждой руке и тонны патронов. Завезли новых врагов и новые механики. Однако эта часть стала стоячим волновым шутером, передвижение только в пределах небольшой области и только для уклонения от снарядов. Ещё стоит отметить, что компания короткая, прям крохотная, и после неё остаются только арены и выживание. Half-Life Alyx. Спустя 12 лет после последней вышедшей части Half-Life, Valve оживила свою главную серию и выпустила отличную игру для устройств виртуальной реальности. Здесь нам предстоит примерить на себе роль Алекс Венс и узнать историю о борьбе её отца против оккупации Земли. Колоритный мир зачаровывает обилием деталей, а восточно-европейский сеттинг здесь невероятно атмосферен. Причём дизайнеры Valve действительно проделали отменную работу. Каждая деталь местного интерьера проработана максимально дотошно, и благодаря этому хочется разглядывать каждую мелочь. Blade & Sorcery. Симулятор средневековых сражений для VR-очков, который может похвастаться динамичными сражениями, широким арсеналом холодного оружия и реалистичной физикой поведения персонажей. Сюжет отсутствует. Это песочница, которая призывает развлекаться и получать удовольствие так, как хочется тебе. Между тем присутствуют элементы фэнтези, выраженные в магии. Мы сможем зажечь лезвие меча ярким пламенем, орудовать посохом и использовать различные заклинания, что совсем не портит атмосферу. А на этом у меня всё. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok